Сегодня первый день последнего календарного месяца зимы. 1 февраля 1893 года в Самаре открылась школа живописи и рисования. Ее учредил на собственные средства выпускник Императорской академии художеств Федор Емельянович Буров. Это была первая в истории губернской столицы художественная школа. Учились в ней преимущественно дети из бедных семей. Среди ее учеников был известный в будущем живописец Кузьма Петров-Воткин. Впрочем, не только живописи учили в Самаре. 1 февраля 1900 года в главном городе губернии начался прием на курсы бухгалтерии, конторских знаний и иностранных языков. Такие навыки были очень востребованы на рынке труда. 1 февраля 1898 года был выдан первый в мире страховой полис автовладельцу. Произошло это в США. Застрахованный автомобиль принадлежал жителю Нью-Йорка Труману Мартину. Подобная страховка не помешала бы и первым автолюбителям Самары. Тем более, что до 1912 года о правилах дорожного движения местные автомобилисты и не помышляли. Порой не обходилось без происшествий. Чаще всего под колеса автомобилей попадала домашняя живность. Один из первых автомобилистов, известный в Самаре меценат, купец Константин Павлович Головкин, платил по одному целковому за каждую задавленную птицу. Находчивые горожане, увидев источник наживы, начали подло подкладывать дохлую птицу под колеса автомобиля с требованием возмещения убытков. Только после частых случаев явного мошенничества Головкин отказался от выплат отступных. 1 февраля 1935 года улица Советская, города Куйбышева, постановлением Советов народных комиссаров СССР была переименована в улицу Куйбышева. В разные годы она была казачьей, хлебной, главной, дворянской. Но статус при этом оставался неизменным. Улица всегда была центральной и пользовалась особой любовью самарцев. 1 февраля поздравление с днем рождения принимает Наталья Михайловна Кизилова, заместитель министра строительства Самарской области. Сегодня день рождения Владимира Ивановича Пахомова, главного художественного руководителя государственного Волжского русского народного хора. А еще в первый день февраля родились русский врач-психиатр, академик Владимир Бехтерев, советский писатель и публицист Евгений Замятин, первый президент России Борис Ельцин, популярный эстрадный певец, педагог, народный артист РСФСР Лев Лещенко, певец и композитор Юрий Лоза, известный рок-музыкант Константин Никольский и другие знаменитости. Антон, Макар и Федор в первый день февраля отмечают свои именины. В народном календаре 1 февраля Макарьев день или Макар весноуказчик. По нему наши предки судили о будущей весне. Ясная погода предвещала, что тепло придет скоро. На Макара копель весну раннюю верь. А вот если в этот день мила метель, ее же следовало ожидать на Масленицу. Кроме того, погода на Макара предсказывала погоду на весь февраль. Но холод в этот день, а значит и в течение всего месяца, говорил о том, что лето будет благоприятным. Это все, что мы успели вам рассказать про первый день последнего месяца зимы. Позитивного начала новой рабочей недели и удачи в делах!